Представители Федерации Кёкюсенкая России уже определили сильнейших в стране в боевом разделе кумите. А вот в преддверии чемпионата по кота подопечные профильной Республиканской Федерации сели за импровизированные парты. Что дают файтерам упражнения в искусстве чисто писания формальных поединков, узнал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Ката в принципе это просто определенная практика, можно сказать, психологическая саморегуляция, которая позволяет ощутить и реализовать в себе воинский дух. Мобилизоваться, управлять своей силой, направлять ее в нужное русло, ну и добиваться результата. К каждому слову старшего тренера национальной команды внимал и лидер сборной Чуваша Эдуард Тябов. Обладатель первого данной Международной Федерации каратэ на чемпионате России завоевал бронзовую медаль в боевом разделе кумите. Результат достойный, учитывая, что в его категории за места на пьедестале почета сражалось более 30 файтеров страны. Но ведь всегда хочется большего. Хотелось бы, конечно, ступень выше, на ступень выше подняться. И поэтому участвуем на таких мастер-классах шаханов имена, где изучаем глубоко ката, которая помогает нам в развитии технических качеств и боевого духа. Насколько Сэмпай Тябов сумел структурировать полученную информацию, мы узнаем совсем скоро. Чемпионат по Волжи по катаке Кусинкать запланирован на начало апреля. А руководство профильной Республиканской Федерации уже подготовило для своих подопечных еще один тренировочно-образовательный семинар. В течение года мы не только проводим соревнования и тренировочные сборы, но также мы проводим ряд мастер-классов. У нас в этом году уже прошли три специализированные мастер-класса. Впереди предстоит немаловажный мастер-класс. Приедут ребята из ближнего зарубежья, это из Беларуси, которые поделятся нам своей основой в прикладной технике. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.